Для этих стран и для жителей всех планет. На самом деле есть масса исследований того, насколько популисты выполняют свои обещания, ускоряют экономический рост, повышают справедливость, снижают неравенство, борются с коррупцией. Я уже упоминал эту работу Функи Шуларика и Требеша. В этой работе просто исследуется то, что происходило со странами, в которых к власти пришли популисты. Примерно 50 эпизодов в истории за последние 100 лет, когда было видно, что если сегодня популист приходит к власти, то через 15 лет ваш ВВП будет примерно на 10% ниже, чем в сопоставимом случае без прихода к власти популистов. И в этом смысле популисты дорого обходятся экономикой, дорого обходятся доходом населения, как левые, так и правые популисты. В этой работе показано, что в среднем свобода СМИ снижается в тех странах, в которых популисты пришли к власти. Независимость судов снижается. И более того, популисты с большей вероятностью, чем не популисты, уходят из власти со скандалом, пытаясь захватить власть, пытаясь организовать переворот из-за коррупционных скандалов. И в этом смысле, конечно, ничего хорошего, в среднем, когда популист приходит к власти, нет.